Внимание всем моим подписчикам, интернету, кто меня знает. Ребята, вот как я показывал, уже пару раз я такие ролики снимал. Ответы на вопросы всем понравилось вроде бы. Еще просят есть такой Володя Байдаков. Я уже о нем говорил. Мы с ним создали группу ВКонтакте. Вообще неплохая тема, неплохая идея, как сейчас модный будет проект. Все там очень хорошо происходит. Ребята, ну там многие обижаются, что я там не бываю. Мужики, обращаясь к моей группе, подписчик в этом ВКонтакте. Честно скажу вам, я не умею там ничего делать. Ладно, вот Володя научил последний раз меня, как там мне себя вести. То есть, как вам отвечать на вопросы, как там всем ответить, как там общаться. Ну не умею я, просто мне не до этого. И вот значит он подобрал ответы. Там многие спрашивают. Дед Наил не ходит, не общается. В принципе Володя и сам все справляется. Молодец, спасибо ему. Вот. Вообще хороший парень. Ну давайте попробуем я сегодня ответить нам на нет вопросы, которые вы пишете. Ну давайте начнем. Вот, не написал фамилия, там просто это как бы пример. ВАЗ-2006. Глушу мотор. Через пару секунд сыреет диффузор первой камеры и пахнет топливом. Ребята, я показывал, что это такое. Вы заглушили мотор, вскрыли фильтр и смотрите. А там происходит кап, 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 кап. Я показывал, ребята, несколько раз эту тему все всем-всем объяснял. Что происходит? Вот я беру Озон. Это как раз то, что говорит этот самый парень. Вот. Видите, вот эта вот камера. Ты сюда правильно посвятишь, чтобы ее было видно. Это полость, назовем ее камера системы ускорительного насоса. Вот представьте картинку, что в ней топливо находится. И оно горячее, кипит. Деваться ему некуда здесь. Там давление насыщенных паров. Вниз по плавковой камере он пройти не может. Есть там канал. Здесь канал забора топлива. Он, шарик закрыт. Он не может туда, даже давлением его не может. Он, наоборот, закрыл. А здесь он не может, потому что уровень топлива не позволяет. Куда ему идти? Пары капятся, копятся, копятся. И попадают в канал ускорительного распылителя. Там шарик есть. Они шарик преодолевают. Преодолевают шарик. И начинается капает. Кап, кап. То есть давления хватает. Я сколько раз наблюдал на эту тему. Кап, 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 кап. Накапало. Скажем, давление стравилось. Оно может долго капать. Вы приходите, заводите, начинаете. А там бензин. Мало того. Опять же я рассказываю, как фильтр заполняется бензовоздушной смесью. И вы не можете завести машину. Вам бы, ну, многие неграмотные, многие просто юнцы, мне, чтобы быстро просушить систему впуска. То есть открыть дроссель. Блин, там насосные хода, продуля завелась. Нет, не можем завестись. Вот, ребята, такая вот система происходит. Дальше идем. Второй вопрос. Вот Тимоха Лутфулин. Ну, так написано. Я не знаю. Тимофей Лутфулин. Здравствуйте, Нейд Мухаммедович. Вас 21.063. Завожу на холодную. Обороты не держит. С подсосом. Двигатель троит. Прогревается. Все отлично. Ребят, был, говорит, на СТО. Что-то сделали. Заводится нормально. Минут 5-10 поработает. Та же песня. Обороты падают и троит. Нагреется. Опять все хорошо. Тимофей Лутфулин. Ну, ты, наверное, не смотришь кино, потому что все фильмы, которые я снял на Ютубе, на своем канале, они все, благодаря Володе, все есть у меня в группе ВКонтакте. Вот. Там все это есть. Надо просто посмотреть, не полениться, посмотреть, как настраивается пусковой зазор. Ну, если она плохо заводится, только по простой одной причине. Что воздушка, вот вы ее, вот она так была, вы ее закрыли, начинаете заводить, она у вас тук-тук-тук-тук-тук немножко открывает. Ну, вот давайте опять же покажу на этом примере. Вот смотрите, вот озон. Да хоть озон, хоть соликс, никакой разницы нет. Вот. Видите, я закрыл воздушку. И вот, видите, вот так работает любой карбюратор, хоть независимо, любой карбюратор земного шара. Здесь вот разряжение, он начинает чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вот видите, заводим. Завели. Вот видите, зазор. 5 мм. Вот карбюратор новый абсолютно. На продажу приготовил. Пожалуйста, кто хочет, тому, пожалуйста, продам. Значит, смотрите, зазор. Вот этот вот. У вас его просто нет. Возьмите, отверните вот этот вот заглушку. Я все это есть, все это в ролике, только не смотрите. И винтом прибавьте побольше. А летом, может, и вообще много надо прибавить. Это надо... Вот, кстати, и летом, и зимой можно подбирать, пусковые зазоры. Вот даже это вот, я первое, что говорю, это впервые такое говорю. Для зимы можно поменьше сделать зазор, чтобы побольше обогатить. А для лета можно и побольше сделать зазор воздушный. Только это надо подбирать. Весной, летом, там, май, в апреле месяце тепло уже. Подобрали один раз, и все лето заводим. Очень прекрасно, все хорошо. Понятно. Ребята, на этот вопрос тоже я ответил. Тимоха, я, по-моему, ответил на этот вопрос. Троить не будет. Троить, потому что нет зазора. А нет зазора, он маленький. Дальше. Вячеслав Захарящев. Захарящев, Вячеслав так написал. Подскажите, в чем дело? После езды на высоких оборотах, трасса, нейтраль, вставим на нейтралку, двигатель почти глокнет. Не всегда. ВАЗ-2707, карбюратор 8, Соликс. Дальше, Соликс. Подсос, воздуха нет, все проверял. И ВУД, вакуумный усилитель, тоже проверено. Что же ответить-то вам? Вот смотрите. Значит, ребят, восьмой... Вообще, я уже сто раз говорил, восьмой нельзя ставить на... Ну ладно, холостые мы сделаем. Ищите всю проблему в режиме холостого хода. Вы едете, едете, захлопнули камеру, вернее, захлопнули дроссель, у вас появилась система холостого хода. Тогда отсюда, на больших дросселях, вы же закрыли на скорости, потом на нейтралку, у вас большие дросселя. Высосало много топлива из системы холостого хода. На секунду залило вам режим холостого хода. Потом, чуть-чуть-чуть-чуть, поднялось опять. На этом надо плавненько закрывать дроссель. Не надо его чуть-чуть, можно придерживать даже ногу. Ну, извините, сейчас бензин такой у нас. Он капает, течет. Вот такие дела. А потом, опять же, это... Вот у меня вот есть такая тема, что... Каким проводом запитали клапан магнитный на восьмерке. Есть два провода там, на семерке два. Один сиреневый, другой оранжевый. Если сиреневым запитаете, он так и будет работать, он глушит. Он отключает питание на холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке. Так что проверьте, а вообще отремонтируйте, отрегулируйте хорошо. Холостой ход у вас все пройдет. На этот вопрос, я думаю, ответил. Так, Евгений Шабанов спрашивает. Помогите. В общем, целый день ездию, все нормально, а на холостом ходу глохнет. Заведешь, обороты не держит, постоит и все нормально. Через 10 секунд опять то же самое. Ребят, ну я в Москве, Святогор, 2040, двигатель шестой. Ну, что можно еще вам тут ответить? На холостом ходу глохнет. Заводишь, обороты не держит. Ребят, что можно здесь придумать? Вот вы едете, 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 и нейтралку поставили, машина заглохла. Опять же, ищите холостой ход. Дальше. То есть, опять же, наверное, надо регулировать холостой ход. Сделайте побольше оборотов. Может быть, богатит. Когда вы закрыли дроссель, у вас большое разряжение пошло. Может быть, даже холостой ход у вас, это, перебогатился. Сделайте холостой ход, побольше оборотов, поменьше топлива. Ну, отрегулируйте на этом режиме. И посмотрите, что в делах. Может быть, осушается поплавковая камера тоже, посмотрите. Я бы вот так сделал. Что бы у меня не произошло на моей машине, будучи раньше, остановился, что-то не работает. Я тут же не буду ничего не смотреть, не заводить. Я открою поплавковую камеру, а там нет бензина. А вы не смотрите. Начинайте пробовать. Чуть-чуть-чуть-чуть. А насос не качает. Посмотрите, ребята, вот эту вот систему, и вам все понятно. Так, Дмитрий Янкин спрашивает. Утром пуск минус 15. Откуда сейчас минус 15? Это, наверное, старые вопросы. Минус 15. Подсос оборота 1500 мало. Машина трясет. Нажимаешь на газ, вялая реакция и трясет. До 70 и как бы рукой сняла. Ребят, ну опять же, здесь я уже повторяю все вопросы. Мало оборотов. Добавьте. Есть такой рычажок там. Смотрите. Я показывал этот рычажок. Вот он. Смотрите. Тяга. Вот она. Вот она тяга. Я показывал. Эта тяга. Вот. Вы ее... Вот таким вот... Вот таким инструментом. У меня есть такой инструмент. Смотрите, какой хороший инструмент. Видите? Вот. Вот так вот берем тягу. Вот. И гнем. Гнем. Если... Я уже показывал несколько раз. Показываю. Вот эта тяга. Вот она. Если мы ее здесь вот таким инструментом согнем, вот так вот, обороты будут меньше. А если мы ее разогнем, обороты будут больше. Еще разогнем, еще больше обороты. Вот сделайте себе обороты, какие нужно. Полторы тысячи мало. А вот, скажем, минус 15, скажем, ну, две с половиной, то это прекрасные будут обороты. Это самому можно делать. Так что ничего страшного им нет. Пойдем дальше. Сергей. Кустышев, по-моему. Кустышев, да. 21.013, карбюрато 7.20. На 13 модели не может стоять 7.20, сразу пока дальше вопрос не читаю. Там стоит 2105. 13 модель это 11 модель с первым двигателем. 13 модель была когда-то, только машина выпускалась. Вопрос. Можно ли использовать Жеклёрова 2105 или будет хуже? Мужики, можно, наверное, попробуйте. Но, значит, что может произойти у вас? Этот карбюратор 7.20 от 5.20 отличается ничем. Жеклёром и первой камере диффузор стоит 21 мм. На 2105 диаметр диффузора 21 мм. А на 2107 диаметр диффузора 22 мм. Всё, больше ничем. На пятом карбюраторе стоят 107, 162, 170, 170. На седьмом стоят 112, 150, это я протопленные, протопленные, воздушные. А здесь стоит 150, 150. Мужики, ну чем отличается? Да практически ничем. Ну поставьте вы, сюда поставьте 107, так, а воздушный можете оставить 150 от 7. Почему? Да потому что, если вы сейчас поставите в 20, вот в этот 22 диффузор поставите 107, ну получите завал какой-нибудь, провал какой-нибудь получите. Я не проверял, мне это абсолютно нет. Поставьте вот 107 сюда, 150 оставьте. А во второй можете оставить 150. Здесь будет богатый. И можете оставить здесь 170 на пятом. А вообще подберите, поставьте все пятые жиклёры. Ага, получите какие-то провалы. Богатите, богатите, богатите. А потом нам скажете, может вы даже будете пионером в этой области. И нам потом всех, научите нас. Потом нас всех научите. Тут ничего нет, мужики, такого сложного. Ставьте, держайте, сами всё смотрите. Так, дальше. Василий Нефёдов пишет, почему движок колбасит на холодную, Нива 23, прогреет, всё нормально. Мужик, я уже говорил, надо делать пусковой зазор. Василий, я говорил, пусковой зазор, Нива 213, всё то же самое. Вот карбюратор 8, точно такой же пусковой зазорчик, точно так же всё делается. Только нужно смотреть мои ролики. В роликах всё есть, как я делаю зазоры пусковые, всё есть. Далее идём. Геннадий Ведиханов. Ведиханов, по-моему. Ежи. Емдиханов, извиняюсь. Емдиханов. Что может быть? 20.05, троит, стреляет, глушитель и карбюратор. Мужики, что такое троит и стреляет? Ну, это 100 пудов система зажигания. Значит, чего надо начинать? Я всё говорил, рассказывал, показывал, всё говорил. Начинать надо со свечей. Проверили, взяли пистолетик. Что у нас пистолетик? Проверили четыре свечки. Тик-тик-тик-тик. Всё работает. Одна не работает. Убирайте, возможно, стрельба исчезнет. Далее. Проверили провода. Да, я всё показывал, как. Все игнорировали это дело. А не надо игнорировать, мужики. И надо игнорировать. Надо всё чётко-чётко всё показывать. Всё надо. Далее. Посмотрите. Бегуно. Не прожжённый ли. Посмотрите работу конденсатора. Поставьте параллельно ему кондёр. Повесьте рядом. Вот сделайте себе вот такой же конденсатор, мужики. Вот. Хорошая очень штука. Вот. Вот мы сделали конденсатор. Обалденная вещь. Ребят, сделайте. Не поленись, у кого есть классика. Вот я сейчас покажу тут. У меня где-то есть здесь. Конденсатор. Да, есть. Посмотрите, мужики. Берём простой кольёр. Я уже показывал. Просто не смотрите роликов. Вот. Простой конденсатор. Смотрите. Вот один конец с этим. С крокодильчиком. Вешаем вот сюда. Видите? Повесили. А другой конец вот. Вешайте на массу. Вот сюда на массу. И у вас получится конденсатор. Всё очень просто. На К катушке. И на массу. И у вас параллельный конденсатор. И уже не трясёт, не стреляет, ничего не стрекочет. Ребят, это система завязания. Я говорил на эту тему. Просто ролики никто не смотрит. Не хочет смотреть мои ролики. Никто. А повторять мне одно и то же уже надоело. Ну, пойдём дальше. Пойдём дальше. И не будет стрелять у вас ничего. Крышку посмотрите. Там могут быть дорожки на крышке тоже. Всевозможные прожоги там. Ну, и так далее. Только поэтому стреляют. Карбюратор стрельбу не может провоцировать. Вам сразу говорю. Так, дальше. Георгий Судаков пишет. Мокрая погода. Автомобиль не едет и глохнет. В чём беда? ВАЗ-2005. Не едет и глохнет. Ребята. Ну, давайте так. Это написано везде во всех там вправочниках. Везде. Мокрую погоду вы пришли. Влажная погода. Скопился конденсатор. Конденсат скопился. То есть, такие. Влага скопилась в внутренней полости крышки. Далее. На свечах скопился конденсат. То же самое. Вот. Влажную погоду не едет. Провода могут где-то шить. Где-то они все сыры там. Это не я придумал. Это куда угодно. Зайдите на вопрос где-то там на форум. И вы это всё услышите. Нет меня, а других услышите. Вот. Надо. Возьмите ВД-шку. Вот. Маленькая ВД-шка. Для обычной. Так. Трень. Крышку тереть. Взяли крышку. Перевернули. Таким образом. Крышку перевернули. Вот крышка. Вот крышка. Вот так взяли. Всё. И нет конденсата, мужики. И нет конденсата. ВД-шка. ВД-40. Всё прекрасно. Никаких проблем нет. Потом. Так. Ну что. Дальше пойдём. Дальше пойдём. Анатолий Нижник пишет. На холостом ходу. В выклопной системе работает как трактор. Чуть даже газ. Всё хорошо. Может труба пробита. Нет, ребят. Не пробита. В общем, ребята. Я вам показывал. Вот вы стоите, работаете. И машина. Слышите там она. Даже в салоне слышно там. Тух. Тух-тух-тух-тух. Тух-тух. Пропуски. Ребят, это пропуск искры идёт. Обычные пропуски искрообразования. Как его устранять? Опять так же. Ищите, где подтраивать. Смотрим. Возьмите, сдёргивайте. Возьмите там в перчатку. Сдёргивайте провода. То есть, если перестаёт троение. То есть, оно так и будет троить. Но если вот это... Значит, в этом цилиндре вся беда происходит. Она троить будет. Всегда. Но там всё равно искры не будет. В этом цилиндре. Если вы сдёрнули. Вот. А это просто процесс отсутствия искрообразования. Вот это... Попробуйте чуть обороты прибавить. Уголок в минус. Я показывал. Некоторые минусы плюсового зажигания. Плюсы. Она вот... Возьмите. Это всё проверяется, мужики. Любое моё слово можно проверить. Возьмите для интереса. Работа машины на холостом ходу. Заметьте, где у вас трамблёр. Возьмите трамблёр. Начинаете двигать. Она... Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Начинает попукивать. В минус собирайте тоже. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вы знаете что? На трамблёре тоже можно горочку искать. Такая же горочка есть, как и на холостом ходу. Вся та же горочка. Если мы с вами возьмём такую кривую. Здесь отложим обороты. А здесь отложим... Не альфа, а как его. Ну, назовём его угол опережения зажигания. Ну, возьмём здесь будет... Здесь будет ноль. А здесь будет, скажем, пятнадцать. Здесь будет серединка. Ребят, то кривая у вас вот такая вот получится. Вот такая кривая получится. Вот она ваша горка. Вот на каком-то, на определённом режиме, ну, даже, может быть, не такой, может, она вот такой может быть. То есть, вот в какой-то области, вот в этой застряхованной поверхности, вы получите ровные устойчивые обороты. А в другом вы начнёте падать, а не начнём. Это естественно, это всем понятно. Вот вам горочка. Вот вам горка на режиме... То есть, он говорит, регулировочная характеристика по углу опережения зажигания. Есть такая же регулировочная характеристика по составу смеси, то есть, по качеству. Винту я вам показывал. Тоже горка. И тоже здесь обороты. Всё это на холостом ходу. Ребят, это не я придумал, это наука. Это не я придумал. Это всё наука. Она везде есть. Зайдите на специальные форумы, на специальные, кто хочет там, в учебники залезти. Всё это, всё это есть. Всё это показано, рассказано. Так, ну что тут ещё? Нижник. Да, ребята, ну вот, я объясню ещё. Значит, я вот рассказал ребятам из этого, из моей группы ВКонтакте. Всё никак не упрямляет. Слово группа. Всё, канал, канал. Группа там создана. Вот. В скайпе тоже. Они же могут, вот всем обижаются, вы нас игнорируете. Ребят, не игнорируй. Сейчас я буду встречаться с вами почаще. Но заходите в скайп, ребят. В скайпе я могу многим ответить. Кто хочет пообщаться вживую, пожалуйста. Хоть у меня и много людей сидит в скайпе, но всё равно я могу всё-таки. Не обижайтесь. У меня очень много людей. У меня уже столько людей. есть там гора, гора, там Эльбрус. Столько людей сидит в скайпе, столько людей в контакте, там на ютубе, там и так далее, и так далее. Я один просто не успеваю. Есть у меня помощники хорошие, но они тоже не успевают. Ну ладно, в скайпе. Игорь из Запорожья из Запорожья спрашивает. Свечи белые на холостом трусит. 7,20. Электричество проверял, тахометра нет. Брал тахометр электронный. Ответ значит никак ничего не получается. Ребят, трусит на холостом. Ну опять же говорю, надо искать, уменьшать трусение. Трусит, это троит, я так понимаю. То есть опять же, я вам говорил, вот это троение, это пропуски искры. Добавьте обороты, добавьте топливо, и у вас получится. Не надо бояться оборотов тысячу. Тысяча это самые мои любимые обороты. Это режим холостого хода. Не надо бояться. Ни 800, ни 500, ребят, ни 600. То есть ничего нет такого. Найдите правильный холостой ход, и все будет замечательно. Не можете обогатить, скажем, винтом качества, не можете обогатить. Я показывал. Не можете обогатить. Здесь-то можно поставить на этом карбюраторе, можно поставить жиклер холостого хода на этом карбюраторе. А на этом вы не можете, он 50. Вот видите, канал. Вот этот канал, это эмульсионный канал. То есть здесь у нас закрывает воздух, открывает воздух, вот этот винтик. Разглушаем эту вот, эту самую заглушку, она абсолютно не страшная, что вы ее разглушите. затягиваем винт до упора и так. Клер якобы, якобы, я это сто раз говорил, он у вас как бы стал не 50-й, уже, а 51, 52, 53, 54, может быть, даже стал. И вы им тем самым обогатили холостой ход. Этим винтом, вот этим винтом, вы дальше продолжаете регулировать, и у вас получится совсем другое положение винта, но качественное положение. Оно пусть другое, но оно качественное. То есть у вас замечательный холостой ход. Так, здесь тоже ответил. Пойдемте дальше. Вот в личных сообщениях в Ютубе спрашивает Николай Горбачев, Наиль Мухаммедович, у меня, говорит, копейка 0,1. Всегда заводилось полпинка. А недавно, говорит, в гараж пришел и не заводится. В общем, часто не заводится или плохо очень. То есть заводится или плохо. Искра, короче, свечи хорошие, зазор, смотрел. Помогите, пожалуйста, советом. Ребят, помогаю. Николай, помогаю. Значит, смотрите, ребят, опять же гараж. Представляете себе погода? Дождь прошел. Сначала жара была, потом дождь. В гараже очень влажно. Мужики. И потом, всегда заводилось, сейчас не заводится. Я вот тоже когда-то подтягивался там. 40 раз подтягивался, 50 раз спокойно, без всяких проблем подтягивался. А сейчас 3 раза. Пузо большое, туда еще. Ребят, есть всему предел какие-то. И машина тоже начинает уставать. Ищите, вы посмотрели искру, посмотрите, а может быть, зазор прерыватель, а может в контактах есть проблема. Там есть падение напряжения на контактах, там есть кратер, есть горка, контакты подгорели. Возможно, на свечах тоже есть там нагар. Проверяйте, все работает, все хорошо. Но это не есть. Хорошо, надо смотреть, проверять. Может быть, угол замкнутого в состоянии контактов у вас ушел. Это тоже не заведете. Любое отклонение от угла замкнутого приведет к тому, что вы замучитесь заводить. Хоть плюс зазор, хоть минус зазор, все равно машина будет плохо заводиться, отрицательно. Поэтому ищите. Опять же, вот я вам говорил о сырении, значит, влажность на крышке, влажность на проводах, влажность на свечах и так далее. Так что, ребят, ничего тут нет такого страшного. Так что, Коль, не переживай, смотрите внимательно. Так, Дмитрий Макаров из Челябинска. Вопрос. В общем, хороший, интересный вопрос. Мне понравился. 2009, 1993 года, все переделал, не пойму, МК от руки и холостой есть. Но есть и провал. От руки отвернул, то есть, он МК магнитный клапан вот так вот поставил. Холостой есть, но есть и провал. Заворачивает дальше. А если МК отключает, то холостой, то холостого нет. А, то холостого, так, то нет холостого, но все равно, но провала тоже нет. Понимаете, какой интересный вопрос? Значит, от руки завернут, холостой есть, но есть провал. Затянул, жиклер холостого хода отключом, как это нужно. Холостого нет, но и провал естественно. Ребят, очень просто отвечать на этот вопрос. Значит, нужно что сделать? Вот вы отвернули магнитный клапан. Вы получили богатый холостой ход на холостом режиме. А вот теперь смотрите, давайте я попробую вам нарисовать. Вот у нас дроссельная заслонка. Вот у нас здесь значит холостой ход. Идет вот это отверстие холостого хода. Вот. Клапан у нас, причем, ну, будем так нарисовать, клапан стоит у нас не в седле. Вот так вот стоит с зазором. Это же жиклер холостого хода. Клапан стоит не в седле. А вот здесь есть щель. У него девятка. Вот теперь вы начинаете открывать дроссель вот так открываем дроссель и у вас идет не в в в не в не 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 в бедности смеси у вас провал а от богатости смеси получается. Понимаете? Такая вещь. Теперь мы возьмем другую вещь. Давайте мы этот клапан сейчас с вами присоединим к отверстию. Вот. Вот отверстие вот мы соединили. И опять здесь то же самое то же самое то же самое здесь у нас топливо льется канал пошел вот здесь у нас щель смотрите у нас нету здесь холостого хода не хватает отверстия оно вот маленькое получилось отверстие не хватает в него в холостой ход мы начинаем с вами открывать дроссель а этого отверстия как раз достаточно маленького для того чтобы не заливало и мы с вами получаем беспровальную работу как от всего этого избавиться мужики очень просто показывать как избавиться от этого сейчас я выключу камеру не камеру доску выключу от всяких тут ненужных вещей ребята как нужно сделать а нужно сделать просто дешево и сердито нужно вам вытащить жиклер вот этот вот магнитного клапана у нас просто маленький и подбирая жиклер вот мы покупаем это делать глупо ошибку иногда вот покупаем магазине магнитный клапан и тут же его засовываем туда в клапан нет ребят это абсолютно неграмотно вы не его засовывайте вы возьмите без жиклера магнитный клапан без жиклера возьмите и и возьмите старый ваш жиклер и засуньте его в новый жиклер в новый магнитный клапан тогда у вас получится правильно тогда вам ничего подбирать не придется вы опять подберите систему холостого хода нужный который нравится для карбюратора и для мотора диаметр жиклера и тогда у вас все получится и провала не будете холостой ход будет рабочий и винтом качественно зарегулировать ребят интересный вопрос и очень хороший мне понравился вопрос поэтому надо все это дело смотреть так это дело надо смотреть я думаю так дим я по моему ответил да на вопрос на ваш ребята и вот еще мне и вроде больше не буду вас утруждать вот этими всеми разговорами может уже надоел я вам вот обращаться хочу обратиться ко всем своим подписчикам ко всем кто пишет в личных сообщениях кто пишет мне в одноклассниках кто пишет мне на ютубе ребят не надо писать мне там по 40 страниц этого по строчек я вообще не читаю я убил только меня сразу все и читаем таки не потому что я и вас игнорируют да потому что не надо вы мне сказать и по существу то и то и то хватит вот я никогда не читаю не буду читать у меня до лупу во первых я плохо вижу и вот там мелком убористым путинку этом секу там чё там пока я разбираюсь я уже потерял о чем мысль то есть и вы также наверное многие я никогда не буду отвечать на такие вопросы зайдите в скайп напишите у меня то 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 провал там то там то там то я постараюсь ответить трех словах проверяйте мужики потом надо со мной разговаривать когда и не потому что я такой умный там академик нет если вы подготовьтесь я спрашиваю какой жиклер был на магнитный клапан не стоит а где такой жиклер а что такое магнитный клапан вот если я брошу трубку тот человек на меня обидится а если я ее не брошу я обижусь на себя самого потому что мужики ну так нельзя ну я не жил я должен ему объяснять что такое магнитный клапан для чего он существует но это очень плохо мужики так не покатит давайте сразу не будем и еще мужики вот я вот что хотел спросить ну раз уж пошли такие вещи значит такая тема очень больная ребят мне приятно значит общаться с вами в каналах на своем канале обижаться в контакте в одноклассниках общаться значит получать хорошие весные значит отзывы о себе и вот и любом всех приятно когда тебя ценю тебя знают и твои ролики помогать жить людям но не об этом речь мужики а помогают еще такие есть ребята вот я хочу его озвучить потому что вот тут у него сидит он может он даже может такая задача у него была вот ребята вот есть такой алекс черный ну может он александр может алексей черный ну вы посмотрите там ролик я его не стал это спамят я не стал блокировать надо выключить полностью вот он пишет комментарий такой есть на ролик посмотрите я всем рекомендую посмотреть я такой ролик недавно выложил всем смотреть гдс это так просто когда ты соли в кавычках ну там скобочек соли написано всем смотреть гдс это так просто и мужики я нормально ролик снял у человек я вам все показал пометом соринку я на это я иголочка раз она спрыгнула то есть я там побожился в час на шинку игру члена многочлена если этого не будет все так произошло шинковать не пришлось то есть все было нормально но он нашел какой-то криминал там какой-то я кого-то сильно оскорбил ну причем пишет мужики у меня нет слов большего бреда я не слышал на и за этот бред что вы выложили тебе большой минус внимательно пересмотри этот ролик особенно в начале и и вдумайся и думай о чем ты говоришь это бред сивой кобыла лучше удали и не позорься мужики вот я умеет а у меня с ним несколько раз переликался на 2 минуты 40 секунд смотрел ничего страшного не нашел никого не оскорбил никого не меня хамил никому да я говорю что нельзя делать скажем это едет цена на газу да говорил я говорю да я ругал ругал ругать это не хамить я это скажем какого-то нет-то водителя что он не ездит на бензине мужики но хамства и нет вы посмотрите посмотрите на этом ролике очень много у меня отзывов там одни положительные одни ахи вздохи то есть меня хвалят там а тут человек пишет я ему написал что может ему лечиться нужно я не знаю может он так сильно такой ранимый что я там чуть-чуть голос повысил все человек обиделся там ну я не знаю он я вот есть в ульянов там в дочери я к тебе обязательно приеду приезжай дорогой обязательно приезжай мы стоим тут переговорим на эту тему может чем-нибудь научиться может ты что-то не не то понял я любого принимаю всегда пожалуйста во все времена во всех случаях жизни я всегда любому отвечу такие вещи я писать и слушать не могу я могу тебя заблокировать могу я лучше оставлю это для моих подписчиков они тебя блокируют ну вроде как все вроде все уже я все объясню вот тут два вопроса еще есть морган пишет в скайпе проблема такая 0 8 передний привод на первой камере едет кулачок на четвертый мой кулачок провода тоже мои все новое газ пол машина начинает дергать отпустишь все нормально тебя ну это просто это морган не знаю как тебя звать ну морган тоже красиво имя такое погоняло значит что происходит я буду еще так объяснил больше никак на до 100 едете все прекрасно чуть топнул дальше ребята по плавковой камере исчезает топливо быстрее тем она туда насосом заполняется ищите проблему фильтр воздушным в топливном скажем магистрали ищите проблему может быть в баке у вас засорился топливный приемник а может насос не работает то есть нехватка топлива отпускаете педаль все нагрузка исчезла разрежение расход пошел меньше и поплавковая камера стала заполняться и вы получите беспровольную работу то есть нет никаких проблем нет остановились быстро выключили машину открыли карбюратор посмотреть там нет топлива там нет никто дальше андрей ютубин пишет ютубин андрей дубинин ютубе пишет 07 машина 7 20 карбюратор горячий и холодный пуск отличный но стоит постоять и уже не запущен распылитель ускоритель насоса капает ребята из распылитель ускоритель насоса капает я уже говорил в начале нашего ролика ребята кипит бензин ничего вы не сделаете ребята кипит бензин ну как то поменяйте заправку более таскать ну лукают наши с вами бензозаправщики где-то беру бензин с легким фракционным составом топлива вот он пожалуйста начинает бурлить кипит он идет в канал и начинает ребята вот на этой ноте мы с вами закончим наш сегодня встречу с вами был явный хорошим до новых встреч до новых роликов всем привет всего доброго до новых встреч